А вот теперь можно здороваться. Здравствуйте, говорю, говорю, говорю. Друзья, всем доброго дня. Говорят, говорить не могу. А я говорю. Просин. А я теперь стебаться на ней не буду. Надо 1% подписчиков. Ну прекрати. Дима обиделся на хейтеров. Они его за тембр речи и четкость речи решили пострамить. Да, я не наделен талантом ораторским, как Татьяна. Но он наделен талантом снимать. В общем, друзья мои, с вами Югомонная Просина. Мы снова в Нижнем Новгороде. По вашей просьбе мы снимаем линейку Багэба. Мы про нее рассказывали в обзоре то ли Уфа, то ли Екатеринбург. Можете посмотреть. Там она была прям в одном месте очень удобно. Прям даже такой мини-интерьер был. Но попросили выделить отдельно, потому что неудобно заходить, смотреть, где-то там искать. Плюс возможности для придания этой серии мебели более объемности, популярности. Я буду добавлять фото, чтобы все было понятно, четко, большинство своим языком. Заканчивай стебаться над людьми, все будет хорошо. Коллекция состоит из пяти элементов. Два элемента стоят отдельно, мы к ним пройдем позже. Сейчас перед нами маленький шкафчик, шкаф с дверью, дальше тумба под ТВ и небольшой стеллаж. На самом деле, данная мебель и да, она самая бюджетная. Ребят, не ждите от нее долгосрока, очень долгого. Не ждите от нее какой-то бешеной крепкости. Нет, нет. Готов поспорить и подраться с тобой. Ты если с жилой подерешься, чем-то закончится. Во-первых, она состоит, ну как обычно, вся большая линейка мебели Кей из ДСП, бумажной пленки и кромка из пластика. Есть серии подороже, которые состоят из такого же материала. Просто видишь, она тоненькая, худенькая. Она будет рано столько, сколько вы хотите, чтобы она прослужила. Как вы будете аккуратны к ней относиться? Здесь я согласна. Ну минимум, если вы будете бомбить, пока там, говорит, сверху кто-то, если вы будете бомбить, можно и более дорогую мебель ушатать. Но данную серию мебели я бы, наверное... Да, закончит барышня, не слышно. Скорее всего, отдал бы съем квартиры. Да. Гостиницы маленькие, гостевые дома. Но мне тяжело представить само сочетание, допустим, стеллажа, тумбочка под телевизор и стеклянные стеллажи, закрытые, да? Мое видение, что комната должна быть маленькой. Ну да, что-то небольшое. А ну максимум вот это все представляется в трех метрах. Но при этом смотри... Куда вы... Ну, давай дальше. Они стыкуются между собой очень хорошо. То есть сюда, например, и узкий стеллаж, и коротенький маленький шкафчик с дверкой можно состыковать друг с другом. Еще из плюсов. Так как у стеллажей есть нижняя часть, вот эта, стеллаж можно поставить в шкафчик друг на друга. При желании можно. Я такие картинки видела, уже подписчики в Инстаграме присылали. Единственное, нужно будет придумать, как состыковать. Я сразу скажу, что это станет гарантией, во-первых, и дальше же чего. Да, это возможно сделать, это легко сделать. Но вам придется вот в этой части сделать сверлом отверстие размером под деревянный чопик. Я не знаю, на чем мы остановились. Давай, поэтому, наверное, где-то в каком-то месте вырежу. Так он у меня и пишет, он по пять минут. Фотоаппарат, я не знаю, по какой причине. Но мы будем разбираться после. Я не буду сейчас пересматривать, скажу заново. Если это не вошло в ролик. Татьяна Павловна говорила, что на эту тумбочку можно нарастить вторую тумбочку вертикально. Да, это возможно, это реалистично. Достаточно с двух сторон сделать, вот допустим, хоть и даже посередине сверлом, сделать отверстие десяткой сверлом или восьмеркой, что есть отверстие, и сюда бить по деревянному чопику, тем самым нарастив такой же по вертикали. Что дает вот это изменение, оно идет фиксацией по горизонтальной плоскости. А по вертикали, чтобы оно не упало, да, оно фиксируется к стене вот посередине. Соответственно, вы можете нарастить этот шкафчик с дверью с ровной стопкой, сколько вам позволяет потолок. Пока он не закончится. Но, но, и започем, но. Вы не только можете шкафчик нарастить до потолка, но вы можете смиксовать ее стеллажом. Он одинаково такого же размера, как и шкафчик. Но, тем самым, можете даже сделать бюджетную детскую комнату. Кстати, можно. Потому что она невысокого роста, вот это все такое миниатюрненькое. Вот для детей самое то. Убивать. Да, и поиграть, и сложить. И нежелко будет, кстати. Здесь я с тобой согласна. Ты следи за таймингом, чтобы нам не пришлось еще раз переписывать. Дальше, тумба под ТВ 90-35 на 40, 1300 на 100, 1299. Знаю, что уже присылали фотографии, ее тоже делают друг на друга, ее продлевают в длину, делая из нее большую длинную плоскость. Вниз подбирают коробочки. Кстати, в кофе очень много коробочек, и в Леруа под бюджетных. Именно вот сюда, под этот тумба под ТВ. Дальше, стеллаж 50-30 на 80. То есть точно такой же размер, как у шкафчика. Только шкафчик у нас с дверками, а это без дверок. Разница получается у нас в 500 рублей. И как уже Дима сказал, его можно поставить друг на друга, и у вас получится, в принципе, такой вот интересный стеллажик. Пойдем покажем еще два предмета из этой серии. Да. Один предмет из этой серии, предмет мебели. Вот этот самый выгляжный. Вот этот. Шкаф-витрина, стеклянный. 34-30 на 116. В чем классно? Во-первых, магнитная. Даже у многих дорогих витрин этого нет. Здесь можно маленький замочек с цепочкой сделать. Можно... Ну, где я это вижу? В хранении каких-то... Салон красоты, ребят, разбирайте, пока где шум. Потому что реально недорого. И очень хорошо в эксплуатации металлической. Можно все это дело обрабатывать. Здесь получается один, два, две стеклянные полки. Как раньше был популярен ремшер стеллаж угловой и обычный для ванны, да, по-моему? Вот сейчас я даю вам рекомендацию брать в дополнение вот этот стеллаж стеклянный. И что классно, он перфорированный, то есть идет воздух, и он более воздушно-объемно смотрится, не так занимая пространство. И пойдем еще один стеллаж покажем. Хотя изначально мы по поводу этой серии с тобой даже спорили. Ты говорил, что серия Г, и ты ее снимать никогда не будешь. Ну, во-первых, почему она Г была? Потому что я ее не полностью видел. У нас еще два стеллажа. Да. 6025 на 116, 1700. Такой же металлический стеллаж, только уже открытый. Смотри, как интересно можно их рядом между собой составить. Это в дополнение к стеклянному стеллажу очень хорошо подойдет. И, кстати, вот смотри, достаточно потратить 6000, да, на этом все равно получится. И у вас полностью небольшая студия красоты, там ногти, что там у вас еще по женской части, что еще? Ногти. Все еще по красоте, но мужчинам не надо все это знать. Техослужные женщины. Техослужные, да. Достаточно будет вот этого стеллажа и стеклянного. И уже вся красота будет лежать. Все баночки будут стоять. Я специально, пока Дима разговаривал, ставила бумаги формата А4, то есть сюда уместится любой держатель, и можно раскладывать. То есть здесь, даже этот стеллаж может быть под документы. Он очень мало занимает места, и довольно-таки большое количество бумаг в него войдет. И, Дмитрий Юрьевич, чтобы уговорить и повернуть направо. Ну и последний предмет из этой серии – стеллаж. 50, 25 на 160. Кстати, 25 сантиметров глубина и у стеклянного. У железного стеллажа их можно поставить рядом. Это нисколько не потеряется по пространству. 1700, высота 1,60 м. Я 1,70 м плюс каблук. Ну, где-то 1,75 м получается. Мы с стеллажом 15 сантиметров разница. 1, 2, 3, 4, 5 полок. 4 полноценных. Сюда специально, очень, кстати, спасибо сотрудникам Икеи, дизайнерам, что сюда положили коробки. Понимание, как это выглядит. И о чем я говорила. Вот любой держатель для бумаг, вы сюда его умещаете. И очень много складываете. И даже верхняя полка. Обычно стеллажи у Икеи всегда заканчиваются вот такой кромкой. И использовать по назначению эту полку уже не получится. Здесь очень высокий борт. И вы можете поставить все, что угодно. От цветочков и украшения до каких-то держателей под бумаги. Слушай, по красоте-то стеллажик-то можно нарастить и шкафчиком. Да. Можно. И, наверное, сколько по высоте у нас? 160. 160. А там 40. Нет, там 1000. Там, по-моему, 60. Ну, можно сделать шкаф-витрину такую. Внизу закрытая. Элементно красиво. И очень бюджетненько. Хочу-хочу. Куда тебе хочу-то? Да вот, правда. Закончилось место, куда хотеть можно. Надо начинать строить дом. Осталось в нашей секте заработать? В Сибирском? В Сибирской язву. А ведь кто-то реально подумает, что секта. Ладно, суть не в этом. Кому вообще интересно все это есть в Инстаграме? Мое первое впечатление об этой сфере было очень обманчивым. Ты шепел на нее? Я не оценил сразу ее. Но после того, как я чуть-чуть присмотрелся к ней, ребят, друзья и подписчики, гости канала. А, это стоящая серия. Не важно, что она. Почему, кстати, почему не важно, так дешево стоит. Наоборот, хорошо, что она стоит так дешево. Теперь вы можете приобретать эту мебель. Поэкспериментировать. Поэкспериментировать. Под себя, добавляя сверху, сбоку модули. Да. Это такой же, получается, мини-конструктор, как остальные серии. Только бюджетные. Даже, например, смотри, студенты, которые в общежитиях живут в другие города. Вот он приехал, ну, как бы, да, там, стол, кровать. Хорошо, если стол есть. Так можно себе сделать целое рабочее место, целую удобную стенку под хранение с помощью вполне бюджетной мебели. А спрос как раз очень велик. Студенты не все у нас с деньгами. А есть кто из провинции приезжает. И очень сильно ограничивает. Поэтому вполне удачно. Ребят, кто уже эту серию брал, использовал, расскажите, как в эксплуатации. Потому что в заказах она у нас периодически стала где-то мелькать. Особенно металлические стеллажи. Закрытые, открытые витрины. Ну, мне вот интересно мнение подписчиков еще по этому поводу. Ну, и последний штришочек моего мнения. Я хотел бы видеть эту серую мебель в других цветах. Хотя бы, как минимум, под дуб. Фонтанно. А все из-за того, что вот эта кромка хоть и выполнена ровно, но никогда на белом цвете вот эта пластиковая кромка с бумажной пленкой не будет смотреться. Не будет идеально закрывать друг друга. Всегда будет вот эта полоса темненькая между этими другими материалами. Поэтому, если добавить другой цвет, автоматически вот эта полоса пропадает. И она становится такой более-менее монолит. Чудо на тебя не смотрю. Ну, вот если, как ты сказал, сделать в беленном доме, будет красиво смотреться. Да, оно и побогаче чуть-чуть. Пускай будет на рублей 100-200 подороже. Но будет уже выбор. Дайте людям выбор. Ой, еще так близко в камеру залезла. Чтобы тебя видели. Хаб майонос на всю камеру бан. Ну, что мы, в принципе, что хотели, наверное, про эту серию уже рассказали. Ставим штамп годнота. Да. Слушай, надо, правда, это маленький штампик. Ходим. Ну, боюсь, через месяц нас перестанут пускать. Нас так могут перестать пускать. Но не суть. В общем, ребят, кому интересно, на самом деле, наше творчество, наш образ жизни, у нас есть еще один канал. Мы там рассказываем про товары Siberian Wellness. Это то, чем пользуемся мы и то, что является нашим основным бизнесом сейчас. Помимо этого, вы всегда можете обратиться. Если вам нужен Дима, пишите, пожалуйста, в Яндекс.Дзен. Он там отвечает всегда, максимально быстро. На ваши вопросы. Соответственно, хочу маленький в скоб пару слов сказать. Кто не любит наши влоги... И упоминание про Сибирское. Да, и упоминание про Сибирское. Смотрите нас на Яндекс.Дзен. Там исключительно только наши обзоры. Только Икея? Ничего, кроме Икеи. Если вам нужны личные мои советы и мои рекомендации, пишите, пожалуйста, в Инстаграм. Потому что в Ютубе отвечает только Дима. Меня там нет. Ютуб и Дзен. На Диме. Ребята, хоть вы обращаете здравствуйте к Татьяне, и я отвечаю здравствуйте. Здравствуйте. Ну, здравствуйте, Димитрий. Здравствуйте, это Дмитрий. Нет, ну, редко ко мне обращаются, как Дмитрий, все равно обращаются к Татьяне. Я Татьяна Интернет. Поэтому имейте в виду, что там всегда отвечает Дима. Технические моменты, что с чем состыковать, как отпилить, открутить, где там что, это, пожалуйста, к Диме. И кому, соответственно, нужна личная мое мнение, пожалуйста, пишите в Инстаграм. Но не на рабочий аккаунт, а именно на личный. В принципе, все. Мы полетели дальше. Самолюбование. Все, теперь все. Пока.